Урок 29. Задача первая. Назовите абсциссу точки М. Известны координаты точки М. 5, 3. Абсцисса – это первая координата. Значит, абсцисса точки М равна 5. Вторая координата – это ордината. Давайте на координатной плоскости отметим точку М. Абсцисса – 5, ордината – 3. Значит, точка М находится вот здесь. Вопрос задачи. Назовите абсциссу точки М. Абсцисса точки М равна 5. Ответ 5. Задача вторая. Какие точки лежат на оси ординат? Известны координаты точек. На оси ординат лежат те точки, у которых первая координата, то есть абсцисса, равна 0. Что это за точки? Это точки Б, Д и Ф. Давайте отметим на координатной плоскости эти точки. Б – 0,0. Начало координат. Значит, это Б. Точка Д – 0, минус 3. 0, минус 3. Это точка Д. И точка Ф – 0,2. 0,2. Это точка Ф. Итак, на оси ординат лежат точки Б, Д и Ф. Задача третья. Построить прямую, проходящую через точки А и Б. Известны координаты точек А и Б. Принадлежит ли прямой А, Б точка С с координатами 2, 0? Давайте отметим точку А, абсцисса минус 4, ордината 3. Значит, вот здесь находится точка А. Затем отметим точку Б, абсцисса 6, ордината минус 2. Здесь находится точка Б. Теперь надо провести прямую через эти две точки. Давайте проведем прямую через точки А и Б. А теперь надо ответить на вопрос, проходит ли эта прямая через точку С, координаты которой 2, 0. 2, 0. Точка С. Да, прямая проходит через точку С, принадлежит точка С прямой А, Б. Задача четвертая. Дана точка А, координаты 3, минус 2, построить точку симметричную точки А относительно начала координат и определить ее координаты. Давайте отметим точку А, абсцисса 3, ордината минус 2. Значит, точка А находится вот здесь. Как построить точку симметричную относительно начала координат? Надо провести прямую через начало координат и через точку А. Провести прямую. А затем от начала координат отложить отрезок, равный отрезку от начала координат до точки А. Давайте точку симметричную точки А относительно начала координат обозначим буквой Б. Значит, это точка Б. Каковы координаты точки Б? Абсцисса минус 3, ордината 2. Давайте запишем ответ. Координаты точки Б – это точка, которая симметрична точке А относительно начала координат. Имеет координаты минус 3, 2. Обратите, пожалуйста, внимание. Координаты точки А – это точка 3, минус 2. А координаты точки Б, которые симметричны точке А относительно начала координат, минус 3, 2. То есть противоположные знаки и у абсциссы, и у ординаты. Значит, ответ – минус 3, 2. Задача пятая. На плоскости расположены точки А, Б, С, Д. Известны координаты этих точек. Надо определить, какие из этих точек симметричны относительно оси ординат. Давайте отметим эти точки на координатной плоскости. Точка А. Абсцисса 2, ордината минус 3. Здесь находится точка А. Точка В. Абсцисса 2, ордината 4. Здесь находится точка В. Точка С. Значит, координаты 4, 0. Точка лежит на оси абсцисс. Вот здесь находится точка С. Точка Д. Минус 2, минус 3. Точки, которые симметричны относительно оси ординат, это точки А и Д. Они находятся на одном и том же расстоянии от оси О и У, от оси ординат, ось ординат, ось симметрии. Итак, ответ точки А и Д. Симметричны относительно оси ординат. Продолжение следует... Продолжение следует...